Итак, у нас есть следующая задача. Нам дается массив чисел. И нам нужно вывести количество чисел 0, количество чисел 1 и так далее, количество чисел 9. То есть нам нужно посчитать, сколько каждого числа, какое количество. В данном массиве у нас количество двоек равно единице, количество троек равно двум и количество пятерок равно двум. Остальные числа не встречаются, значит нам нужно везде выводить нули. Задача ясна. Давайте решать ее последовательно. Как бы мы решали эту задачу, если бы нам нужно было найти количество нулей? Мы бы завели счетчик, в котором мы бы хранили сколько нулей уже встретили. Прошлись бы по элементам массива, сравнили бы каждый элемент массива с нулем и если это ноль, увеличили счетчик на один. Если это ноль, увеличили, ноль, увеличили. После того, как мы просмотрели весь массив, у нас бы в счетчике хранилось количество нулей в этом массиве. Итак, заметим, что данное действие ничем не отличается от нашей задачи. Только нам нужно считать не только количество нулей, но и количество единиц, количество двоек, троек, четверок и так до девятки. Заметим, что 0, 1, 2 до 9, они идут последовательно. Значит, мы эти значения можем также перебрать. То есть, у нас есть место, где считается количество каких-то чисел. А это число мы будем перебирать во внешнем цикле. Давайте рассмотрим, как это делается. Итак, у нас есть массив numbers. Итак, мы перебираем от нуля до девяти. Это те числа, которые нам нужно посчитать, сколько раза они встречаются в массиве. То есть, первый раз и равно нулю. И мы вот здесь посчитаем, сколько у нас нулей. То есть, заведем счетчик, которое равно нулю. И каждое наше число, numbers, житое, будем сравнивать с i. То есть, всегда будем сравнивать с нулем. После того, как мы рассмотрели все наши элементы массива, то у нас в переменной cnt хранится, сколько у нас чисел i. Так и выводим. Количество чисел i равно cnt. Далее у нас тело внешнего цикла закончилось. У нас делается i++ и становится равным единице. И то же самое происходит с единицей. То есть, каждый элемент массива сравнивается с единицей. После того, как мы посчитали, посмотрели все элементы массива, опять выводим, сколько у нас чисел i. А i у нас стало равным единице. И вводим тоже cnt. Заметим, что в каждой итерации цикла значение cnt обнуляется. Значит, для каждого нового числа нам нужно с нуля считать количество чисел.